Приветствую, друзья, с вами Димон. Произошло знаковое событие. Улитка не перестает радовать позитивными новостями, связанными с будущим патчем. И, знаете, давайте начну издалека. То есть, понятно, что это все с графикой связано, и я удивляюсь, почему улитка сразу вот коварно не выпустила это все одной новостью, чтоб, наверное, я два раза подряд видосик делал. Ох, коварство, конечно, сотого уровня, но ладно. Эта новость похлеще, чем предыдущая. Знаете, за что шпеняли иногда War Thunder? За какие-то элементы графики. Якобы у нас текстурки некоторые очень допотопные, но к технике сложно было придраться в любом случае. Где-то, конечно, можно найти весомые аргументы, где-то нет. Так или иначе, но большинство машин в игре, в частности, из последних патчей, они так или иначе у нас в 4, 8К разрешение. Дальше они ужимаются и, соответственно, не занимают много места. Но так происходит не с каждой машиной. Особенно у нас очень большой парк авиации, который остался еще в далеком 2012 году. Будем откровенны, там все смотрится очень жопно. Вот, и есть и танки, много танков, которые тоже остались где-то в прошлом. Им нужно было что-то делать с текстурами. Так вот, улитка решила выпустить целый пакет ультра HD текстур для всей техники War Thunder. Теперь не будет никакого аргумента сказать, что у нас хоть где-то что-то стрёмное из техники. Но единственный момент, конечно, это огромный объем работы. Как вы знаете, а может и не знаете, но я вам расскажу, улитки не сами в большей степени делают модельки танков. То есть, есть много еще студий на аутсорсе. То есть, в целом, как бы это огромный объем работы еще на стороне. Даже если все объединятся, все эти дизайнеры, программисты студии, и начнут работать над обычным стандартным вариантом изменения текстур, переработки, это займет не один год. Слишком уж много техники накопилось в War Thunder, которая требует изменений. Поэтому они нашли другой выход. Я считаю, очень продуктивный. Ну, насколько продуктивный, мы еще успеем с вами оценить. А пока вот подобные примеры увидим на Дэве. Так вот, нейросеть художник. Улитки дали фас своим дизайнерам. Те, в свою очередь, напрыгали программистов. И таким образом сделали нейросеть художник, которая решила проанализировать все текстуры и прокачать их до современного уровня. То есть, 4, 8к. Как, в принципе, большинство последних патчей и техники, которая там была введена. Конечно, понятное дело о том, что у нас прокачалась не только техника визуально. Здесь в качестве бонуса есть и другие элементы. В целом, как работает эта технология, для начала скажу. Искусственный интеллект анализирует всю картину, увеличивает в масштабах и дополняет пикселями. Вот, вроде звучит просто, но, тем не менее, по итогу это довольно эффективно. Но самое интересное то, что в качестве бонуса увеличились и улучшились не только текстуры танков, самолетов, вертолетов, кораблей. Но еще и внутренняя составляющая. Вы знаете, вот садимся мы в самолет, например. Особенно это могут подчеркнуть СБшники, которые летают из кабин. И там вот все было стрёмно. Ну, будем откровенны, там, ну, реально уже прошлый век, каменный мезозой. И там приборная панель очень размытая. То есть, это реально стыдово было. Все это тоже преобразилось. Все стало прям четким, красивым, современным и фактически настоящим. То есть, это реально большой прорыв в плане как раз-таки визуального восприятия. Вот за все это хочется стоя разработчикам поаплодировать. Но, единственное, все-таки не все настолько идеально. Дело в том, что ничего не сказано про деревья, кусты и прочее. То есть, данный нейромозг, он решил проанализировать и текстуры построек, скал, тротуаров, булыжники, там, палисады и многое другое. Но, вот, за деревья и кусты ничего не сказано, к сожалению. Я, конечно же, надеюсь, что это лишь первый шаг к улучшению визуала War Thunder. В целом, в любом случае, это, я думаю, приличный такой DLC-пакет бесплатный, который нужно будет скачать дополнительно при вашем согласии или играть по старинке, если вас все устраивало. Ну, вот, будем надеяться, что с деревьями сделают что-то более такое интересное, потому что, мне кажется, это важнее. Особенно для тех, кто играет без маркиров. Вот, и четкие детали именно в растительности гораздо более ценные, я считаю. Ну, это, опять же, мое субъективное мнение. Может быть, я не прав. Я заблуждаюсь и можете шпенять меня прямо в комментариях под видео. Так, и пишите, изида, ты не прав. Текстуры растительности нам не нужны. Так, все, ребята. На этом будем заканчивать с новостями. Надеюсь, улитка снова ничего-нибудь не выкатит сегодня. Дайте хоть сутки пересидеть. Завтра выпускаете. Спасибо большое всем, кто смотрел. Поддерживайте ролик пальцем вверх. Подписка на канал. И ждем другие позитивные новости, связанные с игрой. Всем мира и добра. И всего наилучшего. Пока. Субтитры подогнал «Симон»